Всем привет, друзья! Давненько не выходило незамеченных шедевров, и на это есть несколько причин. Во-первых, с каждым разом становится все труднее и труднее находить представителей прекрасного кино, которые бы подходили под критерии данной рубрики. Ну и во-вторых, я стал замечать, что последние выпуски набирают достаточно мало просмотров. Не знаю, с чем это связано, конечно. Возможно, фильмы выбирают слишком специфические, возможно, еще что-то. Но это все влияет на мою мотивацию выпускать новый видос из этой рубрики. Если так пойдет и дальше, то не вижу ничего другой, кроме как ее закрытия. Так что снова решать вам. Если это видео наберет достаточное количество лайков, хотя бы 50, ну или больше, то все продолжится дальше. Сомневаюсь, что это такая уж непосильная задача, я и так редко о чем вас спрошу. В общем, насчет незамеченных шедевров мы с вами разобрались. Поехали дальше. Да, я понимаю, что до нового года еще больше месяца, но почему бы не настраиваться на подходящую атмосферу уже сейчас, как думаете? Сегодня решил рассказать об одном очень крутом мультфильме, о котором почти никто не знает, так как он вышел на нетфликсе. И этот мультфильм идеально подходит для того, чтобы начать ощущать ту самую атмосферу чего-то волшебного и в какой-то степени прекрасного. Это не единственное видео на новогоднюю тематику, которое я выпущу. Следующее будет 31 декабря, там вас будет ждать один очень удивительный фильм, который каждый из вас будет обязан посмотреть, но это все потом. А сейчас давайте переходить непосредственно к мультфильму. Речь сегодня пойдет о мультфильме 2019 года Клаус, режиссера, дебютанта Серджо Паблоса или Паблоса, не знаю, как правильно. Главную роль озвучили Джейсон Шварцман и Джеки Симмонс. В этом видео я расскажу, чем же прекрасен этот мультфильм, каким образом он меняет представление о давней традиции, почему 2D анимация умирает и какую роль в ее возрождении играют стриминговые сервисы. Приступаем. Владелец почтовой империи решает научить своего сына Джаспера, привыкшего к беззаботной жизни, ответственности. Он отправит его на крайний север, в богом забытый городок Смиренсбург. Джаспер, свою очередь, должен организовать там почтовое отделение и за год отработать не меньше 6000 писем. Только после этого условия ему позволено вернуться назад домой. Но все оказывается не так просто, как может показаться. Прибыв на место, Джаспер оказывается в зоне боевых действий двух враждующих семейных кланов, которые вот уже несколько веков питают ненависть друг к другу и по традиции устраивают разборки. Во всем этом бардаке оказывается, что почтовое отделение давно заброшено и превратилось в курятник. Полностью отчаявшись, Джаспер решает посетить лесника-отшельника Клауса, что живет далеко за городом. Их знакомство приводит к череде удивительных событий, которые навсегда изменят облик этого мрачного города и, что главное, подарит одну из самых значимых новогодних традиций. Что бросается в глаза раньше всего? Именно анимации. О ней я хочу кратко рассказать. Мультфильм Клаус создан с помощью сочетания трехмерной и двумерной анимации. Сейчас такая настоящая редкость, если мы говорим о полнометражных картинах. Ведь дешевле и менее рискованно производить именно трехмерную анимацию, которая с большей вероятностью окупится. Смотря Клауса, я вижу, что аниматоры не просто так получали свою зарплату. Все отрезано настолько хорошо, что просто смотришь и не можешь оторвать взгляды. На экране постоянно что-то происходит, тем самым не давая кадру терять динамики. Все задники очень красивые, сам стиль анимации невероятно прятен глазу. Все ярко и сочно, там где-то нужно. И да, один из самых главных плюсов это освещение. Оно просто бесподобное. Иногда создается ощущение, что все персонажи выполнены в 3D, но это не так. Честно говоря, я не знаю, как аниматоры смогли добиться такого результата. Возможно, с помощью теней и того же самого освещения в анимации не профессионал, так что не знаю. На моей памяти это один из самых красивых мультфильмов, которые я видел. Теперь же хочу поговорить о Нетфликсе и его вкладе в помощь двумерной анимации. Если вы следите за новостями из мира кино, то наверное знаете, что Нетфликс частенько старается выкупить очень крутые проекты или зазывает к себе авторов, способных выдать что-то невероятное. Один из таких примеров это Ирландец, который выйдет уже в конце ноября. Никто не хотел давать скорость за денег на эту трехчасовую гангстерскую драму, тут подоспел Нетфликс и взял гения под свое крыло, тем самым лишив кинотеатра вероятно лучшего фильма десятилетия. А теперь подумайте, хоть одна компания стала бы выделять деньги на такой рискованный мультфильм как Клаус, а между прочим стоил он 40 миллионов долларов. В этом я очень сомневаюсь. Большие компании давно поняли, что вкладываться в 2D рисовку абсолютно невыгодно. Ну только если это не аниме. Там уж хочешь не хочешь, а купится. И все это приводит к чему? Правильно, к вымиранию крупнобюджетной 2D анимации как таковой. Да, большинство мультсериалов рисуются в 2D, но речь идет именно о том, что подобные мультфильмы редкость для кинотеатров. И проблема здесь заключается не только в компаниях. В немалой степени и люди стали менее охотнее выбирать двумерную анимацию, отдавая предпочтение более привычной трехмерной, тем самым не давая шанс на окупаемость. И вот тут подоспевает на инфликс, и что он делает? Он без проблем выделяет 40 миллионов долларов и дает творческую свободу талантливым людям. А на выходе мы получаем лучший мультфильм года, который увидит огромное количество зрителей, при этом осознав, что 2D анимация это действительно что-то невероятное и ничем не уступающее трехмерным мультам. А главное, зрителям не нужно будет рисковать покупая билет в кино, ведь все включено в подписку. Так и к чему я это все говорил? Как мне кажется, именно стриминговые сервисы на подобии нетфликса способны возродить крупнобюджетные двумерные мультфильмы. И надеюсь, что большие компании задумаются над тем, чтобы выделять деньги таким проектам, как Клаус, нежели вот этому божеству, которое вы сейчас видите на экране, которое не представляет из себя никакой художественной ценности. Ну а что вы думаете насчет данной ситуации? Действительно ли двумерная анимация способна выжить только благодаря стриминговым сервисам, или же ей и без них хорошо живется? Напишите в комментариях. Дальше хочу поговорить о том, чем же мне понравился Клаус. Самая главная идея и сюжет. Я первый раз вижу настолько оригинальный ход. Показать не просто очередную рождественскую сказку, а поразмышлять над тем, как же могла зародиться от традиции отправлять Деду Морозу письма с просьбой о подарках. Ведь все же мы в детстве писали письма Деду Морозу. Ну, по крайней мере я писал, пока не нашел чек на комоде у родителей, но это уже другая история. Так вот, и кто-нибудь из вас задумывался о том, а откуда же могла пойти такая традиция? Лично я нет. И вариант, придуманный авторами Клауса, очень складный. В мультфильме вы узнаете, как Дед Мороз или же Санта Клаус, выбирать одну из двух, кому что удобнее, незаметно дарит подарки по ночам, откуда взялись олени, главный атрибут этого персонажа, и почему отправлять письма принято именно на Новый год. Также в мультфильме присутствует отличный юмор, хорошо прописанные персонажи и правильный посыл, заключающийся в том, что одно хорошее дело порождает множество других. А также, как вера в чудеса, способна наладить связь даже между самыми разоченными людьми. Советую ли я Клаус к просмотру? Определенно да. Это один из лучших мультфильмов, которые я смотрел за последнее время и точно лучший в этом году. Опять же, по моему мнению, это невероятно душевный, трогательный и просто волшебный мультик с крепким сюжетом, который можно смотреть как детям, так и взрослым. Уверен, что посмотрев данный мульт, вы точно ощутите ту самую новогоднюю атмосферу и просто-напросто поднимите себе настроение. Думаю, что этот мультфильм окажется в списке обязательных просмотров в новогоднюю ночь фильмов, которые вы смотрите каждый год. Что ж, а на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то не забудь оценивать его и писать комментарии. Расскажите, какие фильмы вы любите смотреть каждый новый год. Возможно, мы сойдемся во взглядах. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.